Раз, два, три, четыре, пять. Вышел Белега погулять в ближайшие магазины и закупился я сегодня кабачковой икрой. Всем большущий привет! Сегодня будет, наверное, самое долгожданное видео на канале, потому что я люблю кабачковую икру и всегда вам об этом говорил. Но сегодня попробуем. Сегодня, с одной стороны, будет простое видео, потому что кабачковую икру сложно испортить. С другой стороны, кабачковой икре я очень сильно придираюсь, поэтому я сходил сегодня в ближайшие магазины и закупился. То есть купил всю кабачковую икру в ближайших магазинах. Здесь от самой дешевой до самой дорогой. Все это сегодня будем пробовать. Обжор кабачковой икры. Но честно признавайте, кто любит кабачковую икру? Все же, все правильно. Все начнем пробовать. На всякий случай напомню, что на вкус и цвет все фломастеры разные, поэтому кому-то нравится одно, кому-то другое. Я лично свое мнение субъективно и высказываю. Какая на мой вкус будет самая вкусная, но по стоимости она вся разная. Я подписал сверху банок. Вот здесь видите фломастером цифры 109, 120, 80, 140. И еще маленькие циферки. Заметьте, тут 0,26, 0,2, 0,40. То есть это коэффициент стоимости. А банки же все разные. И чтобы вам проще было сориентироваться, я разделил стоимость на массу и получился такой коэффициент стоимости. То есть какая дорожка и дешевле, чтобы проще было ориентироваться. По традиции у меня есть листик есть, куда буду основные моменты записывать. Погнали, ребят. Обжор от Сереги. Поехали. Первая попавшаяся. Вот какая, например, Покарман. Как она точно называется, интересно? Покарман. Странное название вообще. Надо посмотреть. Это из Делегроса. Покарман или Покарману все-таки? Покэмэ. Здесь тоже написано Покэмэ. Непонятно. Как правильно читается их логотип. А, кстати, забыл сказать, ребят. Много икра сделана в славянске на Кубани. Вот смотрите. Славянский консервный комбинат. И это тоже вот. Это славянский консервный комбинат. И вот это тоже славянский консервный комбинат. Ну вот мы же все знаем, что от одного производителя могут быть по разной рецептуре. И, конечно же, по разной стоимости. Вот тоже давайте, наверное, сразу все их и сравним. Вот эти все. Это славянский консервный комбинат. От одного производителя разные баночки. Вот эти вот. Как вы думаете, будут они все одинаковые по вкусу? Нет? Я думаю, все разные на вкус. Итак, Покарман. Икра из кабачков. Поехали. Первое. Сразу на вкус. Пахнет приятно. Консистенция. Очень мягкая. Сладковатая. Я бы даже сказал, жидковатая. Реально жидкая. Очень мягкая. Кислинки совсем нету. Кабачка тоже чуть-чуть чувствуется. Небольшая острота присутствует. Отдельно хочу сказать сразу про нее. Небольшие комочки. Ешь-ешь. Мягкая-мягкая. Все жидкое. И вдруг попадается какой-то небольшой комочек, как корешок. Все хорошо. Ничего не хрустит. Уварено очень. О, опять. Огромный кусок морковки. Смотрите. Однородная консистенция. И на тебе кусок морковки. А это что такое? А это? Это просто чешуя от лука. Дешевая кабачковая икра. Сколько она стоила? 85 рублей за банку. 0,16. Это одна из самых дешевых кабачковых. Ну, по вкусу неплохо. Но вот эти вот кусочки, которые просто не перетерты. Смотрите. А вот Серега уже начал придираться. Смотрите. Ну, это просто огромный кусок чешуи от лука. А это вот огромный кусок морковки. И он не сильно такой-то и мягкий. Но чешуя от лука... Это странно. Ах, гадость. Так и запишем. Чешуя. Чешуя. Вкус мягкий. Жидкий даже. Жидкий. Я коротко всегда записываю. Жидкий. Но вкус пойдет. На бутербродик, если с черствым хлебом, с жестким, с черным. Прям самое то. Ничего заметного не будет. Ни кусочек не тогда. Нормально. Пока что долго останавливаться не будем. Вкус запомнил. Кстати, вкус очень знакомый. Знаете, что напоминает? Вот эту вот кабачковую икру, которую я вам тысячу раз показывал. А моя цена из магнита. Открываем. По стоимости. Это 0,15. Это 0,16. Чуть дороже здесь стеклянную банку получается. Давайте попробуем, чтобы сравнить сразу. Одно это и то же или нет. По консистенции они идентичны. Если сравнивать на внешний вид, на запах очень похоже. Давайте попробуем сразу на вкус. Я смотрю в тарелке, они выглядят практически одинаково. Посмотрите, цвет чуть-чуть. Чуть-чуть прям отличается, но консистенция прям точь-в-точь. Мне эта икра магнитовская очень долгое время нравилась. Вы об этом знаете. Я об этом рассказывал. Она потому что самая дешевая. Она съедобная. И ее прям с белым мягким хлебушком очень вкусно. У нее характерный сладкий вкус. Я сейчас сравню. Я говорю, что эти комочки, они большого дискомфорта не добавляют. Ты их просто замечаешь. Меня они вообще не смущают, эти комочки в икре. Потому что это все съедобное. Это же не какие-то там жуки. Такой же вкус. Такой же сладковатый, немного островатый вкус. Идентичная. Да. Вот комочек. Идентичная икра. Я бы сказал, что это с одного конвейера. Только здесь в стекло, а здесь в банку. Давайте следующий из того же комбината. Вот это. Вот это. И вот это. Главпродукт. Попробуем. Ого. Да здесь. Посмотрите. Вот это уже не жидко совсем. То есть она даже вот в банке. Если я попробую перевернуть эту банку, она... Опа. Выльется. А это, смотрите, как плотно. Вот это, видите? Так это значит оно. Другая значит она. Получается с того же комбината. Но другой рецепт. Интересно. Давайте попробуем. Она прям... Прям горчинка сразу есть. Вот это уже вкус кабачков чувствуется. Вернее, неразбавленный вкус. Она явно плотнее. Похожий. Но будто без воды. Вот, посмотрите, здесь ничего не отстаивается. А здесь вот жидкость, видите? Вот. Если по вкусу... По вкусу, если говорить, то же самое. Но чуть-чуть неразбавленной водой. Чуть-чуть покрепче. Чуть и наплотнее. А так... Практически одно и то же. Идентичный вкус. Я еще раз себе попробовал. Вот в этой реальном кусочке. Таких больших кусочков, как вот в этой, вот по карману, нигде не встречалось пока. Не здесь, не здесь, не здесь. Но вкус у них примерно идентичный. Кусочков реально больше в по кармане. Уже стоило 0,19. Да, это 0,15-0,16. То есть, подороже, но и чуть поплотнее. Следующий. Гренола. Тоже стеклянная банка. 0,15. То есть, это стекло, но по стоимости, как в жестяной банке. Пробуем. За банку 79 рублей. Тоже плотная. Смотрите, прям баночка под завязку. Сколько вес? 520. А здесь 460. 520. Ничего, даже не намека, что она хочет вылиться. Прям плотная кабачковая икра. Пробуем. Это уже интересно. Это уже по вкусу отличается от предыдущих трех. Хотя это тоже славянск на кубани. Плотная консистенция. Вкус кабачков насыщенный. Ммм, никаких комочков нету. Приятный аромат. Такая икра. Требует срочно бутербродик сделать из нее. Довольно отличается от предыдущих. Я попробовал эти и те. Здесь вкус кабачков есть. Я их прям чувствую. Плотная. Приятная. Не кислая, не чуть. Еле-еле острая. Идеальная икра. Вот из того, что я пока что попробовал, это самое лучшее. Хотя сделана в том же славянске на кубани. Вот я смотрю сейчас. Углеводы 21. Дверь, все то же самое. Но рецептура явно отличается. По плотности приятная. Смотрите. Вот как я ложкой ел. Так и осталось. Отличительной особенностью этой икры. То, что вкус. Я даже записал это вкус кабачков. Преобладающий вкус кабачков обжаренных. Нежели морковки, как в предыдущих. Поэтому еще и цена. 0,15. То есть 79 за банку. Самая дешевая. Ну, вернее, как вот эта. Только эта в жестяной банке. И жидкая. А эта плотная. И намного вкуснее. Опять это чижик. В чижике продается торговая марка Гренола. Это из чижика. Чижик мне нравится, ребят. В прошлых видео вы уже заметили, что да, чижик побеждает. Ну, а что же тут поделать? Если нормальные продукты стали делать, это хорошо. Если такое качество будет всегда, я только рад. Кабачковая икра с чижика. Отлично. Следующее. Я вам, кстати, хотел показать. У меня появилась интересная новинка. Сейчас я вам о ней обязательно расскажу. Все, что нам помогает в быту. И тем более в уборке. Я называю незаменимыми помощниками. И вот он. Вертикальный моющий пылесос для сухой и влажной уборки. Называется Дирма. И он еще со станции самоочистки. Сразу к делу, как им пользоваться. У него есть основные режимы работы. Кнопка переключения здесь, под большим пальцем. Все очень удобно, эргономично. Для начала работы нужно, конечно же, залить воды в основной резервуар для чистой воды. Здесь все очень просто. Вставляется. И можно приступить к работе. То есть им реально можно делать влажную уборку. Все, что куда сложно подлезть, он также подлазит. Под любые тумбочки. И вертикальные горизонтальные углы наклона у него отличные. Просто посмотрите. Он крутится, вертится, нагибается во все стороны. Что самое главное? Давайте устроим ему тест-драйв. Как он справляется с не просто пылью, а с реальными загрязнениями. Тут практически специально разлил жидкость. И не жидкость. И даже какая-то крупа. И не мелкая. Это гречка. Посмотрим, как он справится. Ничего не вырезаю. Все в один заход вам показываю. Допустим, вы что-то разлили, рассыпали. Все это он с легкостью в один проход. Посмотрите, с жидкостью справился. И с кабачковой икрой. И гречка даже в один проход. Все это отправляется в резервуар для грязной воды. И потом сливается... Ну, куда вы сливаете грязную воду? Все мы помыли. Возвращаем его на базовую станцию. И самое интересное. Он самостоятельно сушит эту щетку. То есть она не мокрая стоит. А он ее и очищает, и сушит. Ну, а нам остается лишь пользоваться всеми этими технологическими преимуществами. Вот видите, до чего техника дошла. Мега удобный моющий пылесос. Помыл, что нужно, если где-то срочно разлил. Или просто влажную уборку. Автономный режим работы у него до 40 минут. То есть можно помыть всю квартиру. Что еще отдельно мне понравилось в комплектации этой модели? Две дополнительные щетки положили. И даже два дополнительных фильтра. Приятно позаботились на будущее. За такую стоимость это действительно нужное и очень полезное приобретение в дом. Присмотритесь к этой модели. Следующая. 6 соток. Стоила аж 129 рублей. 0,25. Это самый большой пока что коэффициент. Из всего, что реально. 6 соток. Что такая дорогущая. Традиционный рецепт написано. Тоже славянск на Кубани. То есть тоже самое. Улица Глиня, дом 5. Состав тоже самый. Кабачки, масло полц солнечное, томатная паста, лук, морковка, соль. Ничего особенного. Перец душистый. Ну вот здесь сразу заметно, что уже не такая плотная. Она вот тут опять такая же академистая. Как и с красной. Как там красная моя цена была. Но вот это сразу заметно. Так, и что-то здесь еще. Вот этот аромат кисловатый. Чуть-чуть есть какой-то знакомый сладковатый. Но здесь что-то кисловатая присутствует. Ммм, жидкая. Это по карман опять же. Вот она. Вот опять кусочек. Это по карман. Так, с конвейера по карман. Вот это вот, где он по карман. Видите, один производитель, а все разное. Ммм, водянистая. Вкус такой же вот, как здесь. Как вот здесь. Но стоит 129 рублей. Это еще карман по акции было. Что такое? Я его вижу. Вот огромный кусок морковки. Просто неподеличный. Смотрите. Извиняюсь, что руками, но как-то вот просто кусок морковки. Вот она, мы сейчас тоже попробуем. Там все кусочками. Но если она перетертая, а тут большой кусок морковки. Просто вот так вот, да? Скинули там с мясорубки то, что не прикрутилось. Мне не нравится. Если она однородная, ну пусть будет однородная. Здесь же не было такого. Вот где? Вот. Ни одного кусочка не попалось. И вот здесь тоже нормально было. Ну а здесь... Все, ладно, запишу. Так и запишу. То же самое. Стрелку поставлю на магнит и по карман. Но стоило 120 рублей. Все, давайте попробуем самое дорогое. Это стоило 179 рублей. Обычная баночка. Кстати, удобно использовать потом стекло для консервации. Поэтому я не расстраиваюсь. Вот такие банки удобно использовать потом что-нибудь закручивать. Итак, 0,42. Самый большой коэффициент. То есть в два раза дороже, чем, например... Даже в три раза дороже, чем... Давайте, давайте, то же самое. Вот это. В три раза дороже. Симпатичная упаковка. Обломов называется. Рестарация написана. Загуститель крахмал. Серьезно. Нигде не было. И тут вот началась. Луксусная кислота. Пряности. О, так это фирменный рецепт какой-то. Но такого я не пробовал еще. А, город Астрахань. Астраханцам большущий привет. Пробуем вашу икру. Название обломов. Интересно. Как-нибудь связано с обломовом? Нет? Нет. Ну, а здесь кусочками все пахнет, как... Не пахнет кабачковой икры. Пахнет огурчиками варенованными. Лечо какое-то. Вот такой... Ну, запах явно не кабачковой икры. Красиво, конечно, выглядит. Одинаковые кусочки все нарезанные. Это, конечно, красиво. Но в три раза дороже, чем остальные. С другой стороны, если это вкусно, то почему нет? Поэтому пусть будет вне конкурса она у нас сегодня. Ну, не похоже она на обычную кабачковую икру. Ну, аромат у нее, конечно же, как закуски какой-то. Кабачки, я вижу их. Огурчики. Не отпускает. Мне кажется, я огурчики не маринованные. Слышите, как ростит? Непривычно. Как болгарский петель, мне кажется, есть там. Что-то много всего. Вкусы перемешиваются. Кабачка не чувствую. Я назвал бы это лечи. Икра из кабачков. Нет. Прикольно. Найдет своего ценителя, но это вне конкурса, в общем. Баночку отставлю. Это не кабачковая икра, это что-то другое. Одним словом, обломов-лечи. Дальше. Как я люблю. Просто, коротко, ясно, лаконично. Итак, кубаночка. Что-то светлая. Смотрите, все остальные коричневые. Она прям светлая. Видите, цвет какой? Все поставлю вам. Сравните. Что здесь написано? Премиум. Гарантированно высшее качество. Кубаночка раньше я пробовал, была в плоских банках. Вот в таких вот. А сейчас сделали высокие. Мне высокие не нравятся, потому что их сложно и в дальнейшем использовать для консервации. Потому что их проще, потому что из них есть сложнее. Да и какой-то тут налет странный. И потому что их сложнее потом в консервации использовать. Туда один огурец что-то засунуть, даже ножка куриная не влезет. Вот сюда два огурочка влазит идеально. А вот такие банки не очень. Ну что, страшновато немножко, правда, честно, ребят. Вот это что-то, смотрите, какой-то налет сверху. Хотя банка сделала так, чук, но налет подозрительный какой-то. Да и цвет у нее. Так, есть ее, не есть. Ну, вроде как, что это такое? Вот у других такого не было, смотрите. Явно такой какой-то налетик обветренный. Я первый раз вижу такой прям желтый, видите, такой, ну не обветрилось. Когда она обветривается, она по-другому выглядит. Она такая темнее, а эта белая. Ну, как-нибудь, надеюсь, не отравлюсь. Все ради вас, ребят, поехали. Давайте запишем. Вначале запишу, в том дневник мой прочитает. Подозрение это запишем вначале, кубаночка. А потом вдруг я тут закачулюсь. Чтобы пришли и прочитали кубаночка. Налет, подозрительный налет. Как судовой журнал, чтобы было понятно, от чего произошло. Или не пробовать. Давайте, ну, давайте как-нибудь отодвину вот так. Там вроде нормально внутри. Ммм, какая гадость, ребят. Я думал, это будет нормальный обжор. А это есть невозможно. Я пробовал раньше баночку, она нормальная была. Что случилось с ней? Она и прям кислятина какая-то, гадость. Сухая икра. Она реально сухая. Вот она как будто бы вот, как замазка. Она будто бы из сухого сыра я сделал. Такое вообще бывает, нет? Может, реально как будто из сухого. Она кислятина, еще и острая. Перцы положили. Ой-ой-ой. Вот реально отличается от других. Не, ну, глянь, как замазка. Вот смотрите. Не, сухая. Не, ну тут явно что-то с рецептурой. Не, гадость, какая жуть. Знаете, о вкусах не спорят, но вот это есть просто невозможно. То есть вот вкусы разные бывают, но это просто гадость какая-то. Острая, прям, что острая, кислая, пухая, черствая. Одни эпитеты, слов нет. Гадость. Хочется даже запить ее чего-нибудь. Как можно было использовать кабачковую икру? Я не представляю. Вот запомните. Вот сейчас, по крайней мере, не белите. Ну, вот в такой вот цвет, вот такая упаковка. Жуть-жутко. Итак, поехали дальше. Дядя Ваня икра из кабачков 0,20. Недорогая. Стекло. Оформлена, кстати, она интересная. Здесь написано «Дядя» на стекле. То есть, видите, фирменная упаковка. И все это за 94 рубля. С маркировкой я так и не разобрался, поэтому это либо делает станица Новоминская, Краснодарского края, либо это комбинат Ахтуба. О, наш местный, волжский. Ах, тебе большущий привет. Надеюсь, это вы делаете. Надеюсь, это вкусно. По сравнению с предыдущим, то есть, чего угодно покажется вкусным. Так, дядя Ваня, поехали. Ровненько, идеально красивое. По цвету хочу сразу заметить вам. Смотрите, какая икра. Оранжевенькая. Яркий, насыщенный цвет. Наверное, морковки много. Но передертым все здесь однородно. Запах приятный. Немножко такой горьковатый аромат есть. Не вижу специи здесь. Вот в других специи были такие небольшие. Там кусочки зеленушки. Здесь просто оранжевая, однородная консистенция. Пробую. Кабачки чувствую. Не хватает зеленушки, сразу скажу. Ароматные зеленушки, каких-нибудь специй не хватает. Кабачки есть. Жидкая, неплотная, но точно не такая сухая, как предыдущая. Прям съедобная. Дядя Ваня, неплох. Молодец. Да, да. Отлично. Вернее, хорошо было бы еще чуть-чуть зеленушки. Да. Сладость приятная, остроты прям чуть-чуть есть. Кабачковый вкус. Прям плюс. Прям два плюса. Нормально. Следующий. Пиканты. Вот мне про пиканты многие говорили. Серега очень вкусная она. Ну, давайте пробовать. Изготовитель. Вкусный продукт. Это город Астрахань. Улица Славянская. Что-то вкусный продукт. Потому что тут что-то было, да? Продукт делай. Да, Славянская. Да. Вот, один производитель. Но вот эта вот нормальная кабачковая. Попробуем сейчас. По цене сразу скажу. 140 рублей. То есть это 0,31. Уже не дешево. Уже. Опять не откроешь никак. Иваня стоил 94. Главпродукт 90. Гренола вообще 79. А здесь 140. Ну, нормально. Открыл? Открыл. Может кабачки какие-нибудь у вас особенные? Изготовлено это июнь. В июне? Да ладно. У вас кабачки в июне уже злеют. И здесь июнь. Из молодых кабачков. В июне. Но. Может быть в Астрахани быстрее спеют. Но у вас не спеют. В Болграде, по крайней мере. Сейчас конец июля. 30 июля. Вот только кабачки поспели. То есть я сомневаюсь, что в июне у вас там что-то злеет. Хотя. Может это китайские молодые кабачки. Ну или в теплицах. В общем. Пробуем. Ох ты. Она прям очень-очень-очень перетерта. Ммм. Она как паста. Она нежнейшая. Как мусс. Вот она прям перетерта прям блендером. Ничего. Вкус приятный. И зеленушка есть. Чуть-чуть перчика вроде как. Ужарены хорошо. Как будто поджаренные кабачки. Но неплохо. Мне такая консистенция нравится. Она прям. Знаете-ка. Мягкая. Есть еще небольшой аромат. Вот вы как-то еще что-то добавили. Небольшая горчиночка есть. В общем похоже прям на кабачковую икру. Высокого качества я бы сказал это все. Но 140 рублей. Опять же 140 рублей. Прям вот так чтобы сказать что он что-то отдельно особенное. Ну да. Перед блендером ее прошли. Ну почему так дорого. Прям отлично. Но ценник. Ценник. Под вопросом. Вот как мусс. Прям мусс. Очень нежная еще. Запишем. Неплохо. Десятый. Последний. А еще вот бонусный. Лукашинский. Называется Лукашинский. Обычная баночка. 120. Уже 120 рублей. 0,26. Коэффициент получается ценовой. Вот что она жидкая. Смотрите. Она прям прям перетекает в банк. Она жидкая. Сразу заметно. Те плотно держались. А это растекается. ООО РПК. Это город Великий Новгород. Большущий привет вам ребят. Ну что пробуем вашу икру. Изготовлена. А, так она вообще изготовлена в январе. Из свежих кабачков надо было написать. Аромата кислого нет. Но чувствую прям горькое. Горькое что-то присутствует. Ну, нежнейшее. Я сказал, жидкое. И горькое. Да. Что-то здесь не то. Не нравится. Я прям даже дальше не буду есть. Лукашинские. А если по вкусу сориентировать вас, то это острота чуть больше обычного. Сладость тоже чуть больше обычного. Вкусы кабачка не так ощущается. Ну и жидкая консистенция. Тут вот как бы вот так. Чувствую я еще там что-то вот, ну, явно не натуральное. Загуститель крахмал картофельный. Не более 1%. Ну, может быть, это вот еще из-за крахмала что-нибудь там. Ну, может, еще и не 1%. Ну, по вкусу это явно сразу заметно. Особенно, когда так пробуешь в остальном количестве. Когда сравниваешь. Ну, явно отличается от других. Не в лучшую сторону. Жидко. И последнее, 11-ая икра бонусным идет у нас. Потому что... Почему бонусным? Из обжаренных кабачков икра угощения Славянка. Почему бонусным? Я рассчитывал на 10, но вот 11-ую тоже нашел. По цене 109 рублей. Жестяная банка и коэффициент 0,2. То есть не самая дешевая. У нас есть и 0,15. У нас 0,16 там есть. Не вкусные были. А здесь, ну, давайте пробовать. Большая. Неудобно, потому что крышки не накрутить. Она будет обветриваться. Приходится сразу такую банку. Зараз, ты не съешь ее. Поэтому неудобно. А вот в этом вот минус жестяных банок. Поэтому их нужно как-то что-то сразу съедать. А здесь она большущая. Давайте посмотрим по вкусу, что здесь. Сразу вкусно. А, это вкусный продукт, ребят. Оказывается, это тоже из той же серии. Вот. Это экспериментальный. Это вот экспериментальный. Это классика. А это типа вариант подешевле. По стоимости. Это 0,4, 0,3, 0,2. Коэффициент стоимости. Ну, здесь понятно. Самый дешевый сделали. Все с этого комбината пробуем. Так. Сразу скажу по вот этому. Видите, как болтается она? Ну, она жидкая, конечно. Белого налета никакого нет. Жидковато. Сразу видно. Перчик вот там есть. Тоже ли это будет сейчас на вот эту? Более дорогой вариант. Да нет, уже сразу видно, что цвет не тот. То есть, да? Вы подумаете, что можно пеканту сейчас подешевле купить? Попробуем. Не, ну это явно не то. Горечь. Есть невозможность. Гадость. Жирь. Вот это да. Она горькая, как вот тухлый огурец какой-нибудь. Вот прям тухлый огурец. Кислятина с горьким. Ни сладости, ничего. Просто. И вот это все. Это, походу, светофорная партия какая-то. Но это я купил не в светофоре. Это не в светофоре я покупал. Так, ну что, давайте вам про нее как-нибудь подробно что-ли расскажу. Но вкус преобладающий. Здесь горький, с кислым, таким неприятным. Будто это протух продукт. По цвету вроде неплохо, консистенция. Может быть, когда это сделано-то посмотрим. Июньская. Никакого другого вкуса, кроме горького, нет. Лям концентрат, горечи. Как это есть, это даже есть невозможно. Просто невозможно это съесть. Лям, попадаются, когда горькие огурцы, вот невозможно съесть. Ты просто выплевываешь. Так вот, горькая вот. Вот прям это. Неужели вся партия вот так вот, же есть нельзя? Лям, прям горькая. Неужели там не пробуют у них, что это получается? Не, ну это просто, может это отходы какие-то? Не будем гадать. Я бы это прям реально на доску прибил. У меня доска есть специальная. Ну, просто она полная. Куда это девать? Может, перепелки съедят? Я не ожидал, что в обжоре на кабачковую икру будут такие... Давайте сразу скажу, что точно нельзя брать на сегодняшний момент. Ну, или этой партии не повезло. Вот это однозначно. Как будто из сухого сделано. Это горечь полнейший тоже есть нельзя. И это тоже, наверное, потому что это не кабачковая икра. Больше похоже на лечо. Или консервированные огурчики, закуска, соус для бургеров. Ну, что-то такое. Здесь еще и уксус добавили. Ну, совсем не похоже на молодые кабачки. Классический рецепт не похож. Да, вот это можно в одну кучку тоже отнести, потому что производитель одинаковый. По вкусу примерно одинаковый. Здесь, хотя крупные кусочки с разных конвейеров. Но принцип один тоже. Недорогая икра. Хотя вот это стоило дороже 129 за банку. Вот это вот. А вкус примерно одинаковый. Здесь с кусочками. Это славянка на Кубани. Главпродукт тоже славянка на Кубани. И гринола. Гринола существенно отличается от предыдущих, от этих всех. Она плотнее. И вкус кабачков здесь ярко насыщенный. Есть победители сегодняшнего обжора. Пиканто мне понравилось. И... Да, и дядя Ваня. Да, победители, которые 2-3 плюса в моих отметках. Дядя Ваня. Неплохо. Хороший вкус. Кабачки чувствуются. Консистенция отличная. Островато. Все супер. А пиканто напоминает мусс. Вкус приятный. Нежный. Вот кому нравится. Так что ни кусочка, ни ломочка там не было. Прям идеально прям блендером прошли. Неплохо. И кабачковая икра Гринола. Тоже 3 плюса. Вкус прям обжаренных кабачков. Протомленные. И морковки здесь в меру. То есть сладость ненавязчивая. И острота отлично. По стоимости скажу. Такая банка 79. Это 140. А это 94. То есть 0,15, 0,31, 0,20. Вот так получается. Отличный вкус. Но это дешевле намного. 79. Это 94. А это 140. Интересно получается. У нас тут получается самое дешевое. По 54 рубля. То есть 0,15. Пере расчете на стоимость. И здесь тоже 0,15. Только это уже стекло. И это намного вкуснее. Опять же из чижек. Сейчас мне скажете. Но тут уж из песни слов не выкинешь. Ребят. Вкусно. Ну пусть будет чижек. Почему нет. Мне не важно где сделана игра. Главное что вкусно. И главное что удобно. Удобнее же стекла есть. Чем в жестяной банке. Да и по всем остальным характеристикам. Она была лучше чем. А тут получается и по той же стоимости. Так что. Кто не пробовал. Попробуйте. Пусть будет этот победитель. Эти тоже неплохо. Но дороже. Пишите в комментариях. Что попробовать в следующий раз. Сырки мне писали в комментариях. Обязательно попробуем. Обязательно сделаем. На этом. За сим я с вами прощаюсь. С вами как всегда был. Сиядна Селега. Ну на вкус и цвет. Как я и сказал. Все разные. Пробуйте. Устраивайте свои обжорчики. Пишите в комментариях. Что вам понравилось. Хорошего вам настроения. Спасибо за внимание. Встречаемся здесь же. Через пару дней. Как всегда. Буду вас ждать. Увидимся. Пока.